СОЦИОНИКА Дисциплина не должна быть научной, чтобы работать. И поэтому я понял, что нужно сперва объяснить, почему важной является дисциплина научная или нет. Для того, чтобы понять, что такое наука, можно посмотреть разные определения в энциклопедиях. Но иногда полезно попытаться сформулировать, может быть, какое-то более простое, практическое определение, для того, чтобы объяснить, почему это важно. Вот я бы определил науку, особенно в свете социальники, ну и вообще любой дисциплины, науку как методология выявления ошибок. И поэтому нам важно, чтобы дисциплина была научной, потому что если она научна, значит в ней есть механизмы выявления ошибок, а значит наши выводы могут быть проверены. Ну и соответственно наоборот, если у дисциплины нет научности, это значит, что механизм выявления ошибок отсутствует. И это значит, что вы не имеете никакого права говорить о том, что эта дисциплина работает. Потому что если бы она имела этот фильтр от ошибок, то это можно было бы проверить. А так, ну вот, например, самый классический пример, это, конечно же, клинические испытания, лекарства, где мы пытаемся таким образом сконструировать эксперимент, чтобы мы точно были убеждены в том, что мы не ошиблись. Есть, конечно, еще независимая перепроверка, все эти вещи, но это отдельный разговор. Ну, в общем, когда наука определена таким образом, совершенно ясно, что ненаучность для дисциплины значит очень многое. И уже даже с чисто формальной точки зрения работать она не может. Точнее, вы не можете об этом говорить. Может она работает, может нет, неизвестно, никто не знает. Второй момент – это такой аргумент. Значит, знаете, говорят, вот есть какая-то гипотеза, которую ученые выдвигают, и ее никто не признает вообще. Вот всю жизнь он бьется, бьется, все говорят о том, что это ерунда, затем он умирает, и лет через 10 гипотеза оказывается верной, ее признают, и затем это вливается в какую-то большую теорию. Что вот, мол, соционика, она идет в принципе по тому же самому пути. Неужели вы этого не видите? Ну, и здесь это возражение тоже пару раз встречалось за неделю. Проблема в том, что люди путают метод гипотезу. То есть гипотеза, полученная изначально ненаучным методом, она может оказаться правильной только случайно. И это ничего не значит, это не делает ее научной. То есть метод, которым она была получена, все равно не годится. Поэтому если ученый совершенно научным методом получил какую-то гипотезу, и она за время жизни его не была признана, тем не менее это не значит, что она была ненаучной, и ни в какой момент времени нельзя было так говорить. В принципе, в современной науке все гипотезы, которые оказываются вот в такой ситуации, это гипотезы, которые на самом деле и нельзя доказать, нельзя убедительно показать, как правильные имеющимися научными методами сегодня. Например, недостаточно данных? Вот не по мере. Или там, например, самое известное, конечно, в космологии, что происходит там с Вселенной. Недостаточно данных. Так что вот эти два возражения, вот мне кажется, это просто половина дела. Если действительно понять, в чем они заключаются, то очень многие вопросы отпадают. Ну а теперь, собственно, соционика. Хотелось бы спросить у зала, сколько людей знает, что это такое очень хорошо. Поднимите руки. Ну, в общем, человек несколько. Чуть-чуть меньше половины, сформулируем так. Соционика – это такая дисциплина, которая утверждает, что люди делятся на психологические типы, так скажем, и что каждый тип своеобразным образом обрабатывает получаемую информацию, ну и, соответственно, определенным образом реагирует на нее. Это, если очень просто, почитать все это можно и в интернете, и в Википедии очень подробно написано. Этот феномен, прежде всего, на постсоветском пространстве, на Западе он практически неизвестен. Там есть свои какие-то аналоги, чего-то похожего, но именно того, что есть вот в России, например, такого ничего нет. Я думаю, что очень многие люди, которые вообще не услышали, не являясь сами сторонниками соционики, они, как правило, может быть, там за каким-то невинным обедом на работе вдруг получили характеристику, что они являются Дон Кихотом и быстро полезли после обеда смотреть, что же это такое, хорошо это или плохо. И они натыкаются на различные описания. Выяснилось, что кроме Дон Кихота есть еще Дюма, есть еще Штирвис, ну и различные другие вещи. Как с этим быть? И вот сегодняшний анализ я построю очень таким способом, немножко детективным. На самом деле я предложу вам проследовать со мной по пути, по которому я изучал соционику. И начнем мы с того, что называется популярной соционикой, и затем перейдем к тому, что называется продвинутой соционикой. Это два разных очень важных класса. Значит, популярная соционика. Вот за обедом вам сказали, что вы Дон Кихот, лезьте, смотрите, что это такое, видите стену текста, которая... Не, не очень большую, на самом деле, не очень большую, не очень... Несколько абзацев текста, где рассказывается о том, что вы очень доброжелательный человек, необычный, интересный, что вы бываете иногда грубым, и так далее, и так далее. Вы прочитали всю эту характеристику и задумались. Я, может быть, потому что мне в тот момент делать нечего было, взял и раскрасил текст двумя цветами. Зеленым цветом я обозначил то, с чем я лично согласен. И о смысле самооценки это я скажу еще дальше. А красным я обозначил то, с чем я не согласен. И еще по одной какой-то причине, что тоже будет сказано дальше. И вот я смотрю на этот лист, получается там где-то примерно половина зеленая, где-то половина красная. И, в принципе, опыты над другими людьми показали, что примерно вот такая же картина у всех получается. Более того, я взял другой тип, вообще совершенно левый, там дюма, по-моему, и раскрасил точно так же. Тот же самый результат. Примерно половина зеленого, примерно половина красного. Что можно сказать сразу по поводу вот такого описания? Первое, это что там очень-очень много общих фраз. Это то, что, я думаю, бросается в глаза очень многим людям. Хотя и не всем, наверное. Причем фразы такого рода, знаете, вот из разряда «любит быть здоровым». Очень. Как это выглядит в реальном описании? Ну, например, что-нибудь такое типа «В целом, вот я как доброжелательный человек, ну, может ненароком обидеть кого-то». Мне кажется, что это слова, которые можно применить в принципе к приматам. То есть это, я не могу себе представить никакой ситуации, при которой одна часть популяции может ненароком обидеть, а другая не может. И какой эксперимент можно провести, чтобы это понять? Ну, как бы. Второй момент, гораздо более серьезный и реже замечаемый, а это именно, что интенсивность, с которой лично вы или кто-либо другой будет не согласен с характеристикой, она очень разная. И я здесь обычно привожу утрированный пример. Представьте, что вот вам дают характеристику. Вы любите музыку и являетесь алкоголиком. Теперь представьте, что вы действительно любите музыку, но не являетесь алкоголиком. Я думаю, что вы согласитесь, что это описание скорее не совпадает. Чем совпадает? Потому что, ну, окей, любите музыку, много кто любит музыку, большинство людей иногда может сказать, что это значит. А вот алкоголик – это такое точное и очень серьезное утверждение, которое действительно может очень многое сказать о личности человека. И поэтому вот эта интенсивность, когда вы пытаетесь осознать, а вот с чем мы согласны, насколько она вообще важна для вас, и насколько важно то, с чем вы не согласны. А она иногда может быть настолько разительным, что вы понимаете, что вот эти цвета гипотетические, которыми вы выделяете, просто даже по самооценке, они преобразуются в то, что на самом деле большинство вещей, на самом деле вы не согласны с ними. Вот то основное, что из описания, кажется, должно составлять основу вашей личности, оно вам вообще не близко. Ну и третий момент – это не просто общие формулировки, а это и принципиальная общность. И это то, чем грешат очень многие в псевдонауке. Практически любая гадалка, любой экстрасенс, который будет рассказывать вам про вашу жизнь, он будет использовать именно такие вещи. Это словечки типа «обычно», «иногда», «склонен проявлять». Или еще замечательно «иногда склонен проявлять». Например, там была такая замечательная характеристика. Как-то там, вот по-моему, что иногда склонен быть грубым. И здесь как бы два сразу заслона. То есть, секундочку, я вообще не грубый. Ну иногда, никогда «склонен» не проявляешь, только «склонен». И как бы, причем в данном контексте может показаться, что я немножко привязываюсь к словам. Мол, да ладно, ну как бы ясно, что имеется в виду. Но на практике это приводит к тому, что адепт соционники может любым образом это описание подгонять, а все, что нужно его слушателю, это просто живое воображение. И тут же становится идеальное совпадение. И человек выходит с такими открытыми глазами и говорит, «Все совпало». И вот переубедить дальше становится уже очень сложно. Так. Это были, на самом деле, цветочки. Вот то, что рассказал, кажется, что «А, уже так плохо». На самом деле там есть еще одна небольшая проблема. Тема, состоящая в том, что практически все описания, ну там я примерную фразу назову, просто для того, чтобы передать ощущение, 60% того, что прочтете, это оценочные суждения. Оценочные суждения по определению просто субъективны. Если написано, что человек имеет утонченный вкус, то сказать это может только человек, который понимает, что такое «иметь утонченный вкус», который наверняка сам его имеет, и он должен по каким-то признакам это понять. Причем это часто не до конца понимается. И поскольку я уже несколько месяцев получаю письма от людей разной степени доброжелательности по этой теме, то мне уже приходилось сталкиваться с возражениями на эту тему, что вот вы знаете, вот у меня есть друг, который выбирает постоянно интерьер в комнате, вот он выбирает чай, он делает какие-то вещи. Но все дело в том, что никто не может судить о том, утонченный это вкус или нет. Человек ведет себя так, как будто бы у него утонченный вкус. Или может быть он просто такой прикисчивый. Но вот понять, что действительно это характеристика, которую можно человеку выдать как описательную, как нечто, что описывает объективный состав его характера со стороны, человек действительно должен там разбираться. И здесь получается то, что философски называется infinite regress, то есть когда идет отсылка к чему-то предыдущему. И получается, что если какой-то специалист по соционике значит типировал вас, что у вас утонченный вкус, и что вот это один из параметров, которые соответствуют там Штиглицу или еще кому-нибудь, то нужен какой-то другой человек, который подтвердит, что да, действительно, этот специалист сам обладает утонченным вкусом, поэтому его мнение верное. Но затем вам нужно будет проверить этого человека, и этого, и этого. И затем вы видите всю толпу социоников перед вами одновременно. Потому что вот эта цепочка никогда не заканчивается. И это на самом деле довольно серьезный аргумент. Это аргумент, от которого не могут уйти такие науки, например, как социология. При том, что социология является наукой, где демаркация, то есть отличие, где наука, а где нет, является действительно серьезной проблемой, там есть действительно научные методы. Но я, например, делал небольшое ревью на учебник по социологии, какой-то один из стандартных учебников, где была любопытная глава, и поднималась проблема того, что вот в социологии, мол, очень много зависит от субъективного фактора. И поэтому попытались решить эту проблему. И приводится длинная история на несколько страниц, как эту проблему пытались решить неуспешно. А затем был небольшой такой абзац, где было сказано, а потом мы решили таким образом. Сказали, что специалисту социологии, ну, социологу, нужно просто держать в узде свои субъективные ощущения и мнения. То есть, как бы, проблема серьезная, и до конца в социологии она лишена не было. Ясно, что субъективность в том состоится, что человек в узде ничего сознательно держать не может. Ну, теперь немножко про смысл самооценки. Я думаю, что те из вас, кто не читал, например, мою статью по соционике, я бы считал, что она даже стала слишком известна в соционических кругах, но те, кто не читал, очень сразу практически могут задуматься о том, что, окей, вот я взял эту характеристику, вот я раскрасил там какие-то цвета, но я только что сам говорил про субъективность мнений, что я вообще о себе знаю, как часто человек в себе ошибается в самых банальных вещах. Смысл этого упражнения состоял в том, чтобы показать, что даже видимой корреляции, просто оценки одного человека нет. Вот человек пытается оценить себя, ему сказали, что он Дон Кихот. Он это раскрасил. Окей, у него там есть так называемая болевая функция, которую он якобы себе отрицает. Она вся красная, предположим. У меня, кстати, не было, но предположим. Нет, была. Была. Я отрицал свою болевую функцию. Я перехожу на Дюма. Там та же самая ситуация. Подождите, но если я отрицаю болевую функцию здесь, тогда здесь все должно быть вообще красным. Я же типа не Дюма, ну или, по крайней мере, больше должно быть красного. И там вот посмотреть на интенсивность. Ничего этого нет. Я сделал два или три, наверное, таких упражнения. Результат везде одинаковый. Поэтому смысл самооценки именно в этом, что как бы вот странно. По идее, такого не должно быть. Ну и, кстати говоря, до этого я сказал, что красным я отмечал еще другие фразы. В этих текстах, и мы сейчас говорим только о популярной сессонике, есть просто некорректные фразы. Какой пример некорректной фразы? Например, человек плохо разбирается в отношениях, предпочитает простые и понятные отношения. Я эту фразу выделил красной. Почему? Потому что это некорректная фраза. Не разбираться в отношениях и хотеть простых и понятных отношений, это разные характеристики. То есть там они как-то непонятно выделены в одну. Человек может разбираться в отношениях прекрасно, и при этом вот такой вот человек, он предпочитает простые и понятные отношения. Я думаю, что, может быть, даже многие из присутствующих могут сказать, что они тоже предпочитают не какие-нибудь там странные, сложные отношения, где непонятно, кто прав, кто виноват, а простые и прозрачные отношения. Мы все хотели бы, наверное, это наш идеал. Поэтому заявлять о том, что человек... То есть там много таких некорректных фраз. Или там была фраза типа «человек любит вкусно поесть». Окей. А что значит «человек любит невкусно поесть»? Это значит, что он не любит поесть. То есть фраза вообще некорректная. Ее нельзя давать как характеристику никому. И тем не менее, конечно же, когда я написал эту статью, а я написал только эту, я в конце написал небольшой абзац, что, конечно же, когда вы скажете все эти вещи действительно искренним сторонникам соционики, над которыми я не смеюсь, которые я верю, понимаю, что они верят в это по каким-то причинам, которые они считают легитимными, они вам будут говорить проговорки, которые не похожи на аргументацию ученых или людей, которые там увлекаются наукой. Они вам будут говорить о том, что вы не понимаете соционику. Или вы понимаете ее неправильно, или социотипы – это не главное в соционике. Их вообще нет в соционике, что я, кстати, слышал. То есть такие вот утверждения за разряда того, что, ну, ребят, это как бы не аргументы. Но, тем не менее, самый популярный аргумент – это, конечно, что вот то, что вы читаете в интернете – это все ерунда вообще. Это вообще… Это люди пишут, полные любители, дилетанты. Есть настоящая соционика, профессиональная. Вот там наука. И после того, как было очень много получено, там, когда была впервые эта статья появилась в ВКонтакте, под ней было там что-то типа 300 комментариев. И 300 комментариев – это не так, что прям супер много, но это, в общем-то, и не мало. Это не 3, и не 10, и не 70. Поэтому я решил разобраться. И я попросил у адептов соционики, чтобы они мне дали те статьи, те книги, тех деятелей, которые они считают, являются экземплярами продвинутой соционики. И я совершенно честно исчез из социальной жизни на неделю и просмотрел все это дело. И что я могу теперь сказать на сегодняшний день после этого? Да, да, я на секунду вернусь. Я вот тут посмотрел на свой насмех составленный план. Тут до этого, до того, как встреча началась, упоминался социотип незнайка. Я хотел бы объяснить, что это значит. Все дело в том, что у конкретного социотипа «Дон Кихот» есть такая характеристика. «Дон Кихот», как правило, не согласен с тем, что он «Дон Кихот». Что, конечно же, в свое время доставило мне немало неприятных ощущений, когда мой коллега сказал «Да, да, ты должен быть не согласен». В связи с чем был изобретен мною лично новый социотип, 17-й, называется «Мезнайка». И у него всего лишь две ключевые особенности. Никаких текста, никакого текста, никаких абзац, ничего. Две особенности. Первая особенность – незнайка всегда отрицает, что он незнайка. Вторая особенность – он отрицает, что вообще есть такой социотип. Докажите мне, что вы незнайка, что вы не незнайка. Так что вот, с одной стороны, забавная вещь такая, но с другой стороны, чисто с точки зрения, в конце теории познания, это, в общем-то, вполне в духе соционики. Я единственное, что удивлен, что такая характеристика только у Дон Кихота. Это вообще было бы очень удобно сказать, что, в принципе, люди не очень признают свой социальный тип, да, социотип. Но там, на самом деле, не социальный, я неправильно сказал, там тип информационного метаболизма. Вот как это называется? Тима, Тима. Значит, продвинутая соционика. Ну, во-первых, начнем с того, что вообще аргумент того, что есть продвинутая соционика, а есть популярная, и популярная, это полная ерунда, он вообще как бы странен. Потому что, если речь идет о легитимной науке, то такой аргумент будет выглядеть примерно так. Вы знаете, арифметика – это бред полнейший. Вот когда вы дойдете до дифференциальных уравнений, вот тогда вы поймете настоящую математику. То есть, то же самое с физикой. Если вы читаете научно-популярные книги Перельмана, вы не можете на основе прочитанного считать, что физика – это вообще псевдонаука и шарлатанство. Но сторонники соционики делают как раз это. Они с радостью практически говорят, да, 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 вот это все полная ерунда. То, что вы сказали про субъективные вещи – да, это отлично. Просто это популярно соционикам. То есть, это уже наводит на какие-то сомнения. Но, ладно, сомнения с сомнениями, давайте посмотрим конкретно, что это такое. Первое, с чем сталкивается человек, который хочет изучить продвинутую соционику, это явное отсутствие консенсуса. Причем консенсус, он, в общем-то, бывает, его отсутствие есть в легитимных науках, когда дело касается, знаете, грани того, что мы изучили уже. Вот есть там, вот нет консенсуса по поводу того, что происходит там, вот прям внутри самой, там, черной дыры, сингулярности. Люди просто не знают, куча теорий и так далее, там, квантовая физика, всякие такие вещи. Но по базе у нас есть консенсус. В соционике этого ничего нет. Вам дают ссылки какие-то в интернете и говорят, что вот, вот это вот, значит, вот это оно. И это сразу уже сходу несколько разных школ. Каждая из этих школ, как потом выясняется, она предлагает совершенно исключающий подход других. А это не то, чтобы там примерно об одном и том же. Нет, они вообще разные. То есть у одной школы одного типа аспекты вообще никак не связаны с аспектами другой школы. Есть такая модель А, это оригинальная соционика. Я не буду произносить имя вот женщины, которая изобрела. До, когда я готовился к лекции, я думал выучить, но потом передумал. Когда вы прочитаете ее имя, те, кто не знает, вы поймете. В общем, вот эта модель А, это оригинальная. После этой модели А было еще куча других моделей. Вот я просто брал реально тексты, сравнивал. Я не находил даже корреляции. Только их, только 8, там всего 8. Там 8 аспектов, 8 функций. Вот это единственное, единственное, что совпадает. Поэтому вот это отсутствие консенсуса, это уже, я даже не скажу, что это косвенный признак. Это в принципе уже прямой признак того, что нет согласия даже по базису. Если нет согласия даже по базису, тогда чего мы вообще изучаем? Дальше. Вы приходите на этот ресурс. И вы вдруг видите, что те материалы, которые вам говорили, являются популярной соционикой, находятся там тоже. И отделить популярную соционику от продвинутой становится, мягко говоря, очень затруднительным действием. Более того, когда я только начинал это дело изучать, я спрашивал сторонников соционика, я говорю, ребят, посоветуйте вот это, то, что надо. И у меня было сразу где-то 3 комментария. Да, нет, не очень. И вот это было не просто единичный случай. Их много было. То есть, когда реально один человек говорит о том, что вот это настоящая наука соционика, другой человек говорит о том, что нет. И разобраться, что непонятно. И какие критерии люди используют для того, чтобы выбрать ту или иную школу, тоже непонятно. Ну, тем не менее, мне посоветовали такую вещь. Называется системная соционика. И сказали, что вот это самый СМАК. Ну, один из, в общем-то. И я не прочитаю, что там написано. Системная соционика – это действительно одна из таких моделей соционики, один из подходов. Там недвусмысленно написано, что это наука. И, значит, что она изучает. Вот я цитирую. Стоционика изучает то, как психика обрабатывает и реагирует на информацию. Там было еще пара предложений. Это можно все в интернете посмотреть. То есть, я из контекста не вырываю. Ну, вот смысл такой. Ну, хорошо. Есть, конечно, вопросы к тому, что они понимают конкретно под психикой, из странных тем, что они понимают под информацией. Ну, ладно. Интересная цель, действительно. Какими методами они пользуются? Они пишут, что инструментом исследования является моделирование. Моделирование – это легитимный инструмент. Ничего не скажешь. То есть, у них моделирование идет текстовое на основе наблюдений. В принципе, астрономия, у нее один из методов, наверное, основных на сегодняшний день – это наблюдение. Это научный метод. Значит, у нас есть наблюдение, и у нас есть текстовые модели. Ясно, что для того, чтобы дисциплина была научной, модели должны быть проверяемыми, а наблюдения должны быть контролируемыми, четко выстроенными, с понятными целями и условиями. Что есть там? Мне был посоветован следующий, следующее описание. Там очень много людей, которые занимаются этими вещами, я имею в виду социальниками. Одна из известных деятельниц – это Пименова. И мне сказали, вот есть у нее описание Габена. Не знаю, почему именно Габена, но сказали, вот это, вот это то, что надо. Вот это реально научное описание. Вот именно так и описывают Тима. Ну, хорошо. И там очень, вот там стена текста. То есть, когда до этого мы говорили про популярную социальнику, и то, что вы можете найти на быстро, скажем так, не идя глубоко по ссылкам в интернете, вот это коротенькие такие на страничку. Здесь страниц, наверное, 10 описаний идет. Я прочитаю один абзац. Я могу взять любой другой абзац. Это я не то, что взял из контекста, опять-таки, что-то, что подходит только для моего тезиса. В принципе, все абзацы уносят примерно похожий характер. Итак, абзац, описание Габена от Пинина. Социально, как это, ну, социально, сли, это, значит, сенсорно-логический интроверт. Постоянно следить за тем, кто во сколько приходит и во сколько уходит. Смотрит, сколько времени осталось до электрички, кино и так далее. И говорит об этом своему дуалу. Но никогда не решает сам, плохо или хорошо, то, что человек опаздывает. А вот если кто-то сказал, что опаздывать в гости нехорошо, то он примет чужую точку зрения. Вот эта часть описания. Вот давайте задумаемся о том, что это описание реально говорит. Ну, во-первых, сразу хочется задать вопрос. На основе каких таких наблюдений контролируемых, каких таких экспериментов были выявлены все эти детали? Какое количество людей надо было пронаблюдать? Какое количество контрольных групп нужно было продумать дизайн эксперимента, чтобы получить вот такие вот подробные сведения? Я повторяю, что это только один абзац. Там таких абзацов очень много. В статье я сделал несколько, скажем так, может быть недальновидную вещь. Я привел там описание знака Зодиака Лев. Я думаю, что на самом деле вещь несколько легитимная. Просто надо объяснить. Я думаю, что в статье надо будет сделать редакцию. А сегодня я объясню, зачем я это сделал. В чем сравнение? Вот я вам зачитываю абзац, рандомно взятый с какого-то тоже очень серьезного астрологического сайта. Кстати, у них очень серьезный сайт. Книги там, все дела. Описание Льва. Тоже абзац. Честно говорю, взял случайный. Они действительно разбираются во многом. Что дает им право давать советы. Но это нельзя сказать об их собственной жизни. Ее они могут не наладить с такой же легкостью, с какой другим дают советы. Но у Льва честная любовь к превосходству. Они этого желания не скрывают. У них превосходные способности, которые смешиваются с удивительной уязвимостью его эго. Этот гордый лев очень уязвим. Их глубоко уравнят, если вы не уважаете его мужественность и щедрость. Им нужно стиль. В 9 случаях 10 вы обычно лезьте, можете превратить его из рычащего зверя в милкающего котенка. И так далее. И я сказал, что это по форме похоже. Я подчеркиваю, по форме. Это похоже по форме. А почему это похоже по сути? Это по методологии. Потому что и в том, и в другом случае представить какой-нибудь контролируемый эксперимент, или какое-нибудь контролируемое наблюдение, которое даст все эти результаты, просто невозможно. Ну, по крайней мере, мне в голову ничего не приходит. И я предложил всем, кто считает, что это сделано на основе экспериментов, прислать хотя бы общие соображения. Пока что еще ни одного письма на эту тему не было. И есть еще очень важный момент, который здесь присутствует. А именно, фактически, сторонники соционики уничтожают вообще возможность интеллектуального дискурса. Вот, который мы с вами имеем. То есть, получается, что у человека с рождения, заложены какие-то слепые пятна. И это вещи, которые он практически не может преодолеть. То есть, если человек, вот как написано здесь, не понимает, хорошо или плохо, что кто-то опаздывает, это человек, у которого реально серьезная проблема. То есть, он не понимает очень много. Я, конечно, бы задался вопросом, что будет с этим человеком, если мы с ним договоримся о важной встрече, а я не приду. Будет ли он тогда понимать, что такое опаздывать или нет? Мне, честно говоря, кажется, что на самом деле это описание не соответствует реальности. Таких людей нет, которые не понимают, что опаздывать это плохо. Они, может быть, не понимают плохо ли опаздывать кому-то другому, но уж к самим себе они это прекрасно понимают. Ну, может, за редкими исключениями. Поэтому, фактически, вот подобная вообще идея, она сводит на нет разговор. Когда вы говорите о том, что вы сомневаетесь в том, что социология верна, и что вы не видите доказательств, вам не скажут, что нет, секундочку, вот они доказательства, вот они исследования. Вам скажут другого, он скажет, а кто вы по социотипам? Все понятно, все понятно. Вы и требуете логические доказательства. То есть, вот тут написано, требуют логические доказательства. И получается, что это не социология такая вот, не наука, потому что у нее нет доказательств, а это у вас такой социотип, и поэтому вы хотите доказательств. То есть, Бога нет, потому что вы в него не верите. Где-то примерно так. Ну, там еще есть такая вещь, как аспекты и функции. И вообще, когда вы начинаете изучать продвинутую соционику, вы понимаете, что, по сути, это популярная соционика плюс наукообразные фразы. И я, в принципе, то же самое наблюдаю в астрологии. Сторонники соционики обижаются, когда это сравнение идет с астрологией. А зря. Астрология в свое время была, в принципе, довольно забавной гипотезой. Эта гипотеза была о том, что жизнь человека зависит от того, когда он родился. Я, в принципе, считаю, что гипотеза стоила того, чтобы ее проверить. У соционики тоже достойная гипотеза. Но, значит, аспекты и функции. Аспекты – это то, какие есть разные, я очень грубо скажу, типы информации или там типы. А функция – это примерно то, каким образом человек работает с информацией. Там есть более такие, знаете, формальные определения, но приводить их сложно, потому что они непонятны, и это надо прочитать вначале все, объяснить все термины. Но суть примерно в этом. Болевая функция – то, что человеку доставляет неприятность, условно говоря. Важность этих вещей аргументируется одним единственным аргументом. Что, например, когда дело касается информации, всю информацию можно разожить вот на данные 8 аспектов. Аргумент слабый, потому что на самом деле количество различных категорий, которые можно придумать и разожить любое явление на них, оно просто бесконечно и, в принципе, является бесполезным упражнением. Я, например, могу придумать свои категории для информации. Я вот сейчас придумаю, скажем, информация понятная мне, непонятная мне, не очень понятная и очень непонятная. Это как с незнайкой. То есть, с одной стороны, вроде как это забавно, вроде как это звучит как шутка, но это правда. И действительно, информацию можно разделить на все эти вещи. Или, например, информация намеренная ложь, ненамеренная ложь. И там вообще не ложь. И правда. Вот вам еще одни. У меня, кстати, там была преднамеренная ложь, преднамеренная правда, непреднамеренная ложь, непреднамеренная правда. Вот так. В принципе, всю информацию можно разожить на это дело. В том числе информацию, которая является просто... Вот вы смотрите на стол, вам кажется, что это действительно стол, вы проверяете. Да, действительно, вот это значит непреднамеренная правда. Никто вам ее не передавал. А если это оптическая иллюзия, значит, это непреднамеренная ложь. То есть, это ничего не значит. И само по себе это упражнение, то, что это упражнение ничего не значит, еще доказывается тем, что все эти аспекты у разных школ разные. Есть даже, по-моему, один подход, где этих аспектов не 8, а 5. Но сейчас я не помню, это давно было, когда я смотрел на аспекты. То же самое с функциями. Функция имеет к тому же описание того, что эта функция себя представляет. Я сейчас не буду перечислять. Я не уверен, что это будет интересно, скажу, что во время лекции такое. Но прочитать это можно. Заменить эту функцию можно на что угодно. Или добавить еще девятую. Или убрать одну. И вот пусть кто-нибудь из сторонников соционики покажет мне, что что-то изменится. Вот там есть какая-нибудь там функция поддерживающая. Убираем. Что изменяется конкретно? Покажите, чтобы это можно было померить, какие-то цифры привести. Ну, в той статье, как я говорил, я начал с того, что рассматривал популярную соционику, а потом пришел по кабинутой. И это такой исторический момент, потому что вначале написал одну часть, потом вторую. И у меня бывают иногда мысли переписать. И с самого начала написать фундаментальные проблемы. Но здесь ситуация состоит в том, что развлекательный элемент разбора чего-то всегда присутствует. И хотя я обычно пишу сразу фундаментальную критику, а потом все остальное в данном случае как бы получается наоборот. Но есть очень фундаментальные критики соционики, которые в принципе сводят все, что я сказал выше, в принципе на нет, в том смысле, что это просто не нужно. Соционика делает очень важных два утверждения об окружающем мире. Первое утверждение, что психика людей, характер людей, их восприятие информации имеют специализацию. Это вот фундаментальное утверждение, которое вы нигде не встретите в таком явном виде, но оно есть. И это уже само по себе требует очень серьезных доказательств. Очень часто вам скажут, что неужели вы считаете, что все с рождением одинаковые. Это аргумент по-своему, на него можно ответить. Но считаем мы или нет, показать, что это не так, требуется. И прежде чем это не показано, говорить вообще о том, что у психики есть специализация, просто бесполезно. Откуда вы это знаете? Второй момент состоит в том, что для того, чтобы получить все эти 16 типов, используются правила комбинаторики. То есть вот есть там интроверт, экстраверт, там еще что-то там, логик, этик, там черная сенсорика, белая. Тут все вот эти вещи, и затем они просто комбинируются. Определенным образом, по определенным правилам. В модели А это будут одни правила, оригинальные, у какой-нибудь Ермака какие-нибудь другие правила. Такие есть доказательства того, что все эти комбинации встречаются в реальной жизни. Вот может быть так мир устроен, что вот это, это и эта комбинация вместе вообще не встречаются ни разу. И в принципе, есть примеры таких явлений в жизни. Есть примеры химических соединений, которые либо очень нестабильны, просто сразу распадаются, либо еще что-то. Поэтому вот эти два утверждения, они неявно присутствуют в любой соционической теории, и они никогда не были явно сформулированы, и тем более никогда не были явно доказаны. Поэтому, если вы хотите создать соционический подход новый, вам для этого требуется сделать всего три вещи. Первая вещь. Вам нужно, согласно традиции, разработать восемь аспектов и восемь функций. Какие-то там эксперименты, публикации на ученых журналах, этого ничего не надо. Просто восемь аспектов, восемь функций. Второй пункт, это надо написать на тему книгу или сайт. И третий пункт, это начать это практиковать. Вот это три пункта, которые по этой дорожке идут все модели соционики. Ну и хотел бы закончить чем-то конструктивным. Прежде всего, я хочу еще раз повторить, что я не смеюсь над теми, кто серьезно воспринимает соционику. Я вижу, что это очень импонирует. И есть немало когнитивных ошибок, среди которых есть такая вещь, как, например, эффект барном, я думаю, многие здесь присутствующие знают. Просто подтверждение, когда человек обращает внимание на что-то, чтобы подтверждать его теорию и закрывать глаза на все остальное. Другие вещи. Иллюзия управления своей жизнью, жизнями других людей. Все это очень сильно. И не поддаться этому очень-очень трудно. И я думаю, что лет пять назад я бы стал очень большим сторонником соционики. Второй момент, что критика эта кажется пустой до тех пор, пока люди не узнают, как этот соционик используется в реальной жизни. В реальной жизни соционику преподают, например, в летных училищах некоторых. Соционика ведь есть не только между людьми. Там есть еще, как это называется, интегральная соционика. В общем, соционика вообще, обмен информацией с чем угодно. Типа там, пилот в самолет. Там, как правильно получать информацию. Я не знаю, что там преподают. Есть в той же Википедии ссылки на сайт, где есть программа обучения. Насколько это вредит или помогает людям, я не знаю. Но люди, которые строят свою жизнь на том, что не является подтвержденным фактом каким-то там, и делают серьезные и жизненно важные решения, это проблема. И это проблема, с которой я уже сталкивался в реальной жизни. Когда человек на основе соционических убеждений реально рвал отношения. Или вступал в отношения с кем-то, когда он чувствовал, что вроде как не надо. Ну, по соционике нужно. Это та же самая проблема, которая касается и астрологии, и хиромантии, и чего угодно. Поэтому критика соционика на сегодняшний день, она такая развлекательная вроде как. Вроде как, да ладно, ну что там люди в мафии играют. Каждую среду исследуют свои соционические типы. Но за этим стоит у многих людей серьезная вера в это дело. Это очень закрытое такое картинити, где у людей свои шутки, свои какие-то комиксы. Вы читаете комикс, вы знаете вот эти комикс-трипс. Вы читаете и понимаете, что вам не смешно, потому что вы вообще не в теме. А там люди реально лайкают, значит там смешной комикс, там что-то про дуала, еще про кого-то. Поэтому соционика наукой на сегодняшний день не является. И руководствоваться ей в реальной жизни, а тем более там использовать в HR, что кстати тоже происходит. Это опасно, потому что этот тренд накапливается. У соционики есть уже 4 лицензированных журнала, лицензированные их же людьми, их же тусовкой, не какими-то внешними инстанциями. И поэтому я считаю, что это проблема, и чем раньше о ней можно поговорить, тем может быть, хотя я в этом не верю, но тем может быть на более раннем этапе можно это дело срезать. Ну, я в это не очень верю, очень уж она не тонирует. Даже астрология, казалось бы, мы живем с вами в 21 веке, гороскопы повсюду, а люди, относящиеся к ним всерьез, их тоже много. Причем отношения всерьез может быть из-за того, что ну вообще как бы ерунда, а вдруг? И как бы вот, хорошо это и плохо. Соционика ставит интересные задачи. Она могла бы быть наукой, но не сегодня. Вот когда мы сможем измерить реакцию человеческого мозга на информацию и увидеть, что действительно есть какие-то типы? Или мы проведем какие-то исследования, которые действительно покажут, что это так? Вот тогда, пожалуйста, никто не против. Но на сегодняшний день соционика наукой не является. Все. Спасибо. Да, пожалуйста, пожалуйста. Мне очень полное освобождение. Я, к сожалению, в нем заметил несколько, я бы сказал так, манипулятивных ходов, которые меня очень порадуют. Ну, правда. Вы очень много говорите, и за этой поставленной речью порой теряются некоторые вещи, которые довольно спорные. Например, ну просто в качестве примера, да? Вы рассказали, что основа одной из проблем у соционики является то, что, по мнению соционики, у человека с рождения заложены слепые пятна. Я правильно понимаю, что это свидетельствует? Ну, с рождения или нет, ну, наверное, да. Ну, да. Я хочу пояснить. Моя позиция следующая. У соционика есть большие проблемы. Действительно так. Проблема с методологией – это главная проблема с сфильтметом. Но, говоря о ней, все-таки имеет смысл быть честным. Ну, просто начать с того, чтобы быть честным. На счет пророждения, она не совсем точна. Это тоже предмет дискуссии. Когда это закладывается, что и как. Используя это в качестве аргумента, что сегодня какая-то фигня, ну, не совсем корректно. Далее. Давайте я проявитирую этот момент. Да, это… Мне как раз вот две недели назад было написано очень длинное письмо на тему соционики, где было сказано, что нет, слепых пятен нет. Есть просто тенденция. И для того, чтобы человеку понять, например, то, что я прочитал, например, что человек не понимает, хорошо ли образует, там, вообще, нет, он может понять, но ему для этого нужно затратить усилия. Проблема этого утверждения, кстати, в том, что это вообще непроверяемая гипотеза. То есть, хорошо, значит, вы говорите, что человек, вот тут сказано, никогда не может понять, хорошо, что кто-то опаздывает или нет. Так, значит, значит, все-таки может. А, а, ну, нужно затратить усилия, а как мы усилия измерим? То есть, это из-за того, что, я приведу религиозную аллегорию, ну, просто потому что она очень понятна, из-за того, что, ну, знаете, Бог вас любит, ну, вот пока вы к нему не придете, здесь та же самая ситуация. Хорошо, хорошо, слепых пятен нет, тогда что эти описания? Они скажут, ну, это тенденция, как вы ее определяете? Ну, человеку нужно побольше затратить. Как вы будете определять затратность? И вот тут диалог заканчивается. Поэтому это не то, чтобы именно аргумент против социальники, что вот это, но это говорит о том, что они реально отказываются от интеллектуального дискурса. Это, наверное, не аргумент против нее, это последствия. Дальше, момент тоже из конца вашей речи. С поводу разделения кучи на части. В качестве аргумента вы привели, что в речи бесконечного числа категорий, да, и конечного числа категорий, именно конечного числа категорий, восьми, наверное, в случае, да, в котором, кстати, оценивается информация, это фигня, потому что информация можно бить по бесконечному количеству категорий. Точно так же у нас, например, типы звезд можно бить по бесконечному количеству категорий. Красненькие, желтенькие, в этом спектре излучения, в этом спектре. Но они, тем не менее, разделены по предупрежденным группам, выбирают конкретную группировку, призванную отражающую текущей задачей, задачей оценки. Опять же, я не говорю о том, что это соник. Хорошо и правильно. Тем не менее, опять же, стоит быть корректным и говорить о том, что для конкретной задачи, а у Ауши... Я тоже не могу видеть ее фамилию. Да, Ауши. Она была, на самом деле, психологом-сексопатологом. Она все это начинала с конкретной задачей выяснить, с кем людям стоит спать, а с кем нет. С кем, скорее всего, будет хорошо, а с кем не очень. Ну и дальше, соответственно, месяца 70. Так вот, были конкретные задачи. Ну и потом, это да, очень много, очень интересно. Точно так же и, скажем, на учение древних греков о медицине, да, там, о лидкостях в теле и так далее. Потом было навернутое в течение времени. Очень много всего, очень любопоятно. Для лечения, там, в ртузию, например, и прочее, прочее, прочее. Понятно, что любой процесс, когда в него входят люди творческие, которые хотят подчеркнуть свою значимость, он может быть сильнее скатанным. Как правильно заметил наш уважаемый лектор, стоит говорить о базе, да? И начинает с базы, и избирать именно базу, а не более в кузне ее... Ну, я отвечу по поводу категории. По поводу категории, ответ очень простой, это аргумент не мой. Это аргумент был, по-моему, у Ермака. Я могу ошибаться, так что, у кого-то из крупных соционников был аргумент того, что аспекты важны, потому что всю информацию можно по ней разложить. То есть, это я отвечаю на их аргумент. Не все в лекции получается понятным. Я просто всем рекомендую, у кого такого рода вопросов, просто прочитать статью, потому что там у меня более аккуратно сформулировано, со ссылками с всеми вещами. Замечание очень легитимное. То есть, это был просто ответ на аргумент. По поводу категории, я вспоминаю, там были достаточно забавные правила, что характеристики даются обычной череду из черное-белое, черное-белое, черное-белое. Да. Это такое магическое равновесие черного и белого должно быть. Не совсем. Я еще поясню, что значит черное-белое. Да, и опять же, когда мы будем считать, что делать, конечно, такая, чтобы нам не закапываться. Лекция была очень обширная, мы много затронем. Начать именно с базы. Потому что про базу мы вообще никто не понимает. Мы утверждали, вынуждали, что базы нет, потому что никто не спорит. Тем не менее, можно попробовать посмотреть, если по этому поводу согласие нет. Потому что он… Если он… Можно еще маленькое осуждение. Мне бы очень хотелось услышать обсуждение альтернативной существующей, вроде как признанной психологической концепции, да? Разделение людей на экстравертов и экстравертов. Это же маленький кусочек, маленький кирпичный бой. Я, например, не согласен, что это легитимное разделение. Вот. То есть, его не существует. Не, а в конкретный момент времени может быть? Ну, как что-то, что является постоянной кирпидисткой человека. Вот, все-все-все. Я не уверен, что такое будет. Да. Это нужно, наверное, именно с таких, это самый-самый первый кирпичный срок начинается. Вот, и поэтому имеет смысл именно об этом, я сейчас, наверное, и говорю. Там же все просто, три осень, по-моему, четыре, три. Ну, там есть экстравертов, экстравертов, экстравертов и экстравертов. А, экстравертов, 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 экстравертов. Ну, вот, в общем, вот этот совет будет начать. Там будет о чем говорить. Потому что говорить часто все будет. Ну, то есть, уже каких-то конкретных вопросов в лекции нет. А, есть, есть. Да, пожалуйста. Я хотел уточнить, вот, вы сказали, что в принципе можно о психологической модели, вот, А, которая вот привязывается, ну, как модель, исполненную сационику, для характеристики типа человека, что можно вот взять и какие-то элементы один спокойно убирать, приставлять, оправить, и что-то еще есть. Ну, я сказал, что пусть покажут, что изменится. И почему нельзя изменить? Почему нельзя заменить одну на другую с произвольным описанием? Ну, дело в том, что, на мой взгляд, ну, и вообще, если посмотреть историю сационики, эта же модель, она была не из воздуха, а визита, а она была, как бы, введена в основном каких-то эмберических данных, но корни выходят в деятельность Карла Густава Юнга, которого психиатром был, в свою очередь, и его наблюдения там были основаны на большой базе наблюдений. И поэтому вот эта модель, она, как бы, если вы представите себе любую формулу математическую, то то, что вы говорите, это подумать о том, что взять из какой-то формулы и убрать знаменатель или числитель. Потому что есть, я считаю, эмпирическое. Ну, я понял вопрос, Андрей, за него сами решили легко. Смотрите. Во-первых, от Юнга сильно отошли. Даже сама Аушера сильно отошла. То есть, если просто сравнить эти две вещи, это разные вещи. Более того, я только что говорил по поводу того, что там нет консенсуса. Получается, что тогда эмпирически подтверждена только модель А, а все остальные, которые не соответствуют все остальные школы, это тогда уже не подтверждено эмпирически? Ну, я смотрю, очень больно используете слово «базируется». Вот взять, например, Аушу и взять, например, Ермака. Я вот в описаниях не нашел ничего общего. Это разные вещи. Да, а их тоже восемь. По-моему, у них даже похожие названия или те же самые. Но описания разные. То есть, если есть эмпирические… Хорошо, потому что у нас есть эмпирическая база данных. Вот эта база. Полопринать мундом. Мы возьмем это предположение. Где более новые? Где более новые? Зачем основывать что-то вот на том? Это все равно будет убедительно даже сегодня. Хотя бы повторить это можно? Я не против того, что эти функции что-то значат или аспекты, если это поменять местами, если мне покажут. Поэтому я скорее здесь задаю вопрос. Вот если я меняю, покажите мне, что что-то не так. Продемонстрируйте. Вот как вы мне докажете, что нельзя этого делать? Потому что это сразу начинает противоречить основной концепции, на которой это было основано. То же самое юнгерская теория искажается. То есть, то, что… Тогда надо доказывать ее. Вот. Если она искажается, тогда нужно показать… Алгумент к праву. Потому что… Потому что… Кто-то провел эксперимент в 1831 году. В 1831 году. Вот все. Вот теперь он заказан, надо ссылаться на него. Но опыт так не работает. Это надо перепроверять сто раз. Вот где перепроверка юнгерского эксперимента? А можно я здесь дополню, что у юнга нет никакой эмпирики? У юнга были эксперименты в основном над одним пациентом. Это не является эмпирическим доказательством чего-то. Доказательством может служить только… Ну, грамотно построенный эксперимент, где есть масса пациентов, чтобы это было статистически достоверно, с наличием контрольной группы здоровых людей. У него не было ни контрольной группы, ни группы пациентов. У него все были эксперименты индивидуального характера. В сегодняшней науке это не является серьезным аргументом. Я даже отвечал, отходя из того, что предположим, что это легитимно. То есть, я бы перепроверил, как минимум, что у него за эксперименты были, что у него за эмпирика. По поводу изменения некоторых аспектов, перестановки их и так далее. Нам нужно получить не совпадение с теорией, а не соответствие с практикой. То есть, если у нас противоречит теории – это одно. А нам нужно… Может быть, теория не права. А нам нужно сделать так, что мы переставим какие-то аспекты и увидим, что у людей на самом деле не так. И вот это будет подтверждением. Ну, самый сильный аргумент с фотосалоникой – это, конечно, что она работает. То есть, я выслушал много интересных историй и лично, и ГРМЛ, и они все звучат примерно одинаково. Что, вот у меня есть друг, он в меня, вот, вел себя не так, как я хотел. Я затем подействовал на его определенный аспект, и все сработало. Ну, как бы, мой ответ примерно такой, что для того, чтобы действовать на аспект, то есть, сначала надо показать, что он существует и как бы. И, во-вторых, а что конкретно вы делали? Потому что, если человек вот бьется с кем-то, не может ничего добиться, то, в принципе, практически любое изменение стратегии, в принципе, приведет к результату какому-то. И очень может быть что-то хорошее. И, глядя на вот эти описания, которые, вот, можно посмотреть, их там очень много. Это я привел. Это описание Габена О'Пименовой. А там вот такой список товарищей, которые эти описания делают. И за их хоть в каждое описание там 16 этих описаний. И они все большие. И все это примерно как знака зодиака. В принципе, все примерно похоже, но немножко разное. И это самое, вот, если вы человеку, например, подействовали на его эго, или там улыбнулись, там есть такая замечательная вещь, что там тоже как раз, по-моему, у того же Габена, что сли, очень доброжелательно реагирует на улыбку. Улыбка и юмор для него – это отсутствие опасности. И поэтому он все стремится свести к шутке, ну, конечно, беззлобной. Ну, как бы, основываясь на таких банальностях, конечно, человек добьется результата. Я думаю, что считанные люди на Земле, они, конечно, есть, но их очень мало, которые считают, что улыбка – это опасность. Естественно, естественно. Если вы общаетесь с незнакомым человеком, и он нам улыбнулся, вы можете понять, что контакт какой-то есть, вы начинаете общаться с людьми. Поэтому вот этот вот аргумент от того, что он работает, он непобедим практически, потому что астрология тоже работает. И Чумак работает, и Кашпировский работает. Все работают. И доказать, что аспекты существуют, мне кажется, это можно перефразировать, доказать, что цифра 2 существует. Потому что это же такие абстрактные понятия, которыми… Вот я беру соционика, которая ею принимается, чтобы формулировать гипотезы и теории. Поэтому доказать существование аспектов, я считаю, нецелесообразно в рамках социанической концепции. Потому что они нужны для того, чтобы формулировать уже более настройки, гипотезы, из которых соционика стоит. Так же, как и математика стоит цифр. Ну, это хорошее замечание. Это же классификация, да? То есть, вот есть у нас некоторые аспекты функций. Вот здесь кто-то приводил, например, или вы же говорили, про звезды. Что есть классификация звезд, там, белые карлики, еще там какие-то. Единственно ли здесь задавать вопрос, что вот докажите, что белые карлики существуют? Или вот докажите, что существуют там? А почему здесь нельзя доказать? Как можно доказать существование аспекта? И экспериментально показать, что есть вот такое влияние у человека. Что на человека можно таким образом влиять. Подождите, но белые карлики – это же не абстракция, как аспекты ваши. Это все зависит от спектра излучения, правильно я понимаю? И это же четко определенные, это четкие цифры. Ну, по-хорошему, аспекты тоже должны были быть четкими, четко определенными. А мы смотрим изначально на очень непонятную абстракцию. Ну, хорошо. Не, я могу признать, что может быть сразу докажите, что существует не очень хорошее. Ну, докажите, что земляк буквально. Но, как бы, можно сказать, что докажите, что есть смысл, что вообще есть смысл приводить такое отсюда. Хорошо. А вот еще ответ на такой замечательный вопрос, что вы сказали, что он индивидуально вырезал за каждым пациентом. И на основе этого, ну, это вы считаете неправильно. А как же проводятся медицинские опыты? Медицинские опыты проводятся при наличии большого количества людей, например, 20 человек, которые больны чем-то. Еще берутся 20 человек, которые будут являться контрольной группой. И только тогда это называется предварительное исследование. Когда там появились какие-то результаты, которые отличаются от статистического рандома, тогда берется еще большее количество людей. И на основании вот этого уже крутого исследования делается оно, вот это второе исследование будет как бы эмпирическим доказательством. Только в таком случае можно говорить об эмпирике. То, что Юнг проводил, оно в современном понимании эмпирикой не является. И кроме того, я не могу сейчас это обосновать, но, насколько я знаю, уже, ну, его вот эти вот попытки поставить эксперимент, они уже опровергнуты. Результаты, которые он получил, они уже опровергнуты во многом. Я просто не знаю конкретных вещей. Я только, ну, насчет метода... После того, как лекция по соционике завершилась, мы еще продолжали говорить на эту тему. В зале были люди, которые либо сегодня являются сторонниками соционики, либо были ими в прошлом. И мне было сказано, что в своей лекции я допустил ряд ошибок, которые могут сразу поставить крест на все остальные критики. Просто потому, что люди, которые знают соционику глубоко и давно и занимаются, решат, что лектор не в курсе даже самых основ, откуда соционика взялась и так далее. И один из основных пунктов, которые были названы в качестве вот такого рода аргументов, это пункты про функции. Когда я сказал о том, что что произойдет, если одну функцию убрать и одну функцию добавить. И что якобы это означает, что лектор даже не знает, что соционика основана на дихотомиях Юнга и что число 8, оно получено комбинаторикой этих дихотомий. Соответственно, их не может быть 7 или 9. Но мне кажется, что я сказал все корректно, поскольку я задавал совсем другой вопрос. Я задавал вопрос, что изменится в реальном практическом результате, если какую-то из функций убрать или заменить ее на какую-то или добавить еще одну. И смысл этого вопроса заключается в том, чтобы понять, несут ли эти вещи действительно какую-то пользу или они являются просто чем-то, что взято с потолка. Чтобы привести пример, мы можем сказать, например, что мы рассматриваем точку в пространстве. И у нее есть три координата x, y, z. Длина, ширина, высота. И если человек говорит о том, что давайте вы выкинете координату z, что изменится тогда? Для того, чтобы ответить ему на этот вопрос, мне не нужно ему объяснять, что вы понимаете, эти были получены измерения не просто так. Мне просто достаточно ему сказать, что если вы выбираете координату z, то вы сможете описывать движение точки только в плоскости. Вы не сможете описать ее движение в пространстве. Вот я ответил на этот вопрос. Поэтому вопрос не является вопросом из разряда того, что я знаю, что на него нет ответа. Может быть, на него ответы есть, но мне почему-то никто этот ответ не дал. И среди тех людей, которые пишут мне письма, я тоже ответа на этот вопрос не прочитал. Когда дело касается самих дихотомий, то здесь вообще большая проблема. Даже если мы предположим, что я, разговаривая про функции и утверждая о том, что какую-то можно добавить и какую-то убрать, допустил грубейшую ошибку, мы, по крайней мере, все, что делаем, это спасаем всю эту ситуацию на один шаг. Потому что, если я скажу, хорошо, оно основано на дихотомиях, а вы можете тогда объяснить это откуда взято? Почему именно на этих дихотомиях? То есть это, по сути, отодвигание просто на один шаг. И в лекции у себя в статье я задал этот фундаментальный вопрос. А на каком основании мы вообще считаем, что у психики есть специализация? А можно задать еще один вопрос, который у нас в обсуждении возник. Например, почему считается, что интуиция и сенсорика это именно дихотомия? А почему вы решили, что это дихотомия? Где здесь логическое противоречие? А сознательное восприятие и бессознательное восприятие – это не логическое противоречие. Это очень спорно, что это дихотомия. Точно так же, как, например, мы не можем сказать, что мужчина и женщина – это дихотомия. То же самое, когда дело касается этики и логики. Чувства и мышления не являются противоположными или логически противоречивыми, логически противоположными. Чувства и мышления – это не дихотомия. То есть это уже само по себе очень проблемное утверждение. Более того, а почему мы ограничиваемся только этими тремя дихотомиями? Ну там еще есть интроверсия, экстраверсия. А почему бы не добавить еще что-нибудь? А вы уверены, что это все, что описывает человеческое поведение или там человеческое восприятие информации? То есть это очень серьезные вопросы. Это вопросы, на которые ответа нет. А ссылка на Юнга, ну с таким успехом можно ссылаться еще на кого-то. То, что делал Юнг, это не научно по сегодняшним меркам. Собственно говоря, я не уверен, что это было научно и тогда, но сегодня это точно не научно. Поэтому ссылка на Юнга, она вообще сама по себе странна. И вот попытка говорить, что вот-вот вы знаете, вы тут по форме чуть-чуть не совпадаете, вы не понимаете, откуда это взялось, повторяю, не спасает. Вы просто на один шаг оттягиваете вопрос, который вам обязательно будет задан. Хорошо, откуда вы взяли дихотомии и вот все эти вопросы, которые я задал. И в конце концов, почему вы их комбинируете именно по таким правилам. То есть все остальное, что было сказано в лекции, что у меня есть в статье, я считаю очень легитимными аргументами, на которые ответа получено еще не было. Также была сказана следующая вещь, что люди, которые увлекаются соционикой давно, скорее всего, испытают чувство отторжения в любом случае и они не будут убеждены. Ну, смысл таких лекций далеко не всегда состоит в том, чтобы убедить сторонников, которые уже давно преданы своему делу. К сожалению, это не делается мгновенно в любом случае. Даже если вы сомневаетесь, я не верю в то, что вы послушаете эту лекцию и скажете, «А, понятно, все, соционика – это ерунда». Конечно, нет, вам придется об этом подумать. Но заранить зерно сомнения, я считаю, это очень важно. Поэтому я с удовольствием прочитаю комментарии, я с удовольствием отвечаю на письма, которые люди мне пишут, и я планирую сделать видео по конкретно ответам на вопросы, которые мне присылают. Присылают по соционике довольно много, я стараюсь честно отвечать. К сожалению, из всех этих бесед я еще ни разу не получил ответ на свои ответы. Когда человек высылает мне список проблем, которые он видит в моей статье, и я ему затем подробно отвечаю, и человек пропадает, у меня, конечно, неинтересно, как он согласился с тем, что я написал, или просто решил дальше не спорить. Но я сделаю ответы на вопросы, и я надеюсь, что это поможет тем людям, которые сомневаются, составить свое мнение.